Ион Чибан заявил о создании новой проевропейской партии. О том, что столичный градоначальник намерен сформировать свое политическое движение, было известно еще с конца прошлого года. Однако на этой неделе Чибан предоставил еще немного подробностей своих планов на будущее. Называется «Партия движения национальной альтернативы» и придерживаться она будет проевропейского вектора. Хотя еще совсем недавно Чибан категорически отрицал, что намерен продвигаться дальше в большой политике. А уже будучи мэром Кишинева, даже поддержал на президентских выборах на тот момент кандидата Игоря Дадона. Мы за развитие страны, за возрождение и модернизацию, за независимость и нейтралитет Республики Молдова. Мы выступаем за европейскую интеграцию, начатую много лет назад. И ради этого мы будем бороться и действовать. На этой неделе мэр Кишинева и он Чибан сообщил о запуске своего политического проекта «Движение национальной альтернативы». Новая партия пока на этапе регистрации, других технических процессов и больших подробностей сам Чибан журналистам не предоставил. Отметив, что после начала войны в соседней Украине предпочел заняться управлением ситуации с наплывом беженцев, но от задуманной задолго до этого «Альтернативы» не намерен был отказываться. Партия за конкретные действия против пустых слов. После заявления в декабре о создании движения «Национальной альтернативы» вместе с началом войны в Украине мы сочли человечным прерваться и сосредоточиться на помощи беженцам. Как в Кишиневе, постепенно, с большой любовью и самоотдачей мы продолжим трудиться не только в столице, но и в других областях. Однако столичный городоначальник не стал говорить, кто именно уже изъявил желание поддержать политическое движение. Очень многие мне звонят, интересуются, хотят вступить в нашу команду. Мы открыты для всех, кто готов трудиться, засучив рукава. Примечательно, что несколько лет назад, в преддверии битвы за креслом эра Кишинева, Чибан обещал не ввязываться в политические баталии в случае своей победы в Примарии. Я сразу после местных выборов вышел из партии социалистов, заверив, что будет заниматься исключительно проблемами города. Хочу работать на благо всех кишиневцев. Я уже говорил, что стану мэром, чтобы развивать город и его пригороды, и не для того, чтобы стремиться к другим должностям. Правда, во время предвыборной кампании Грядадона в 2020-м Чибан даже взял недельный отпуск в мэрии, чтобы поддержать своего бывшего коллегу по партии в гонке за кресло главы государства. Нам сегодня необходимо спокойствие, нам не нужны какие-либо пертурбации. Однако, похоже, что новое политическое движение Иона Чибана избрало довольно неожиданный вектор. По крайней мере, это следует из заявленной вкратце повестки. Мы выступаем за европейскую интеграцию, начатую много лет назад, и ради этого мы будем бороться и действовать. За стартом альтернативного движения Иона Чибана последовали и комментарии. Одним из первых был известный оппонент мэра в онлайн-пространстве, министр регионального развития Андрей Спыну, который отметил, что столице тоже нужна своего рода альтернатива. Наши корреспонденты побеседовали с несколькими политическими аналитиками, которые отметили, что о намерениях Чибана было известно давно, поэтому создание движения национальной альтернативы – не новость. А вот политический вектор формирования, по мнению некоторых наших собеседников, выбран не случайно. Мне кажется, что он будет заниматься российской повесткой, но пытается облачиться в проевропейские одежды. И у меня к нему тогда единственный вопрос – чей Крым? Господин Ион Чибан имеет определенный политический рейтинг. Практически довольно долго его считали политиком номер один среди оппозиции. Но тот факт, что он столько затягивал со своим политическим проектом, плюс уголовные дела, возбужденные против Игоря Дадона – все это наводит на мысль, что Чибан на сегодняшний день не является основным политическим оппозиционером. Напомним о том, что мэр Кишинева Ион Чибан готовит свой политический проект, стало известно еще в конце прошлого года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!